Библейский завет «Заключен с Моисеем», о чем свидетельствует книга «Исход». Главы с 19 по 24. Можете что-то дополнить в конспекте от руки. Пока я размышлял над ним, я подумал, что это вполне можно сделать. Заголовок второго подраздела «Развитие темы Завета». «Завет с Моисеем, исход 19-24» еще впишите «Второзаконие». Поскольку вся книга «Второзаконие» буквально пронизана темой Завета. Однако на этот раз, как в Исходе, так и во Второзаконии, мы имеем дело не с Царским Заветом, а с Заветом, построенным на сюзеренских отношениях. Это еще одна модель заключения договоров союзов на Ближнем Востоке того времени, с помощью которой Бог сообщал людям, как должно выглядеть вот такое изменение в их взаимоотношениях. Сюзеренский договор — это соглашение, заключаемое между сюзереном, господином, царем, императором, с одной стороны, и вассалом, то есть подданным, подчиненным, с другой. В библейские времена подобные договоры на Востоке заключались довольно часто. Они предусматривают ряд ключевых моментов, которые отчетливо видны в книге «Исход» главах 19-24, особенно в книге «Второзаконие», а также в книге «Иисус Новин» главе 24, хотя это далеко не полный список. Что же это за неотъемлемая составляющая? Пожалуй, мне стоит записать их на доске. Уверен, что этот материал вы будете проходить на курсах по Ветхому Завету. В качестве преамбулы следует определить, кто является сюзереном или господином. «Я, Господь, Бог Твой», Исход 22. Далее следует исторический пролог, который описывает историю возникновения отношений. «Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской». После этого оговариваются условия. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим», и так далее. За условиями следуют санкции. Одно здесь присутствует имплицитно, почитая отца и мать, чтобы продлились дни Твой на земле. В более явном виде они выражены в главах с 21 по 24 книги «Второзаконие». Далее идет залог, то есть то, что будет обеспечивать исполнение договора. Он помещается на хранение в надежное место и, как правило, зачитывается публично. Для того, чтобы напомнить вассалу или подданному об условиях договора и санкциях. Кстати, одно из таких санкций, которое оговаривается во многих подобных соглашениях или заветах, является следующее. «Если нарушите завет, будете изгнаны из своей земли». Заключение такого соглашения подразумевает жертвоприношение. Все с тем же рассечением животных, которое символизирует, да произойдет это с тобой, если ты нарушишь завет. Однако, как нам хорошо известно из истории Израиля, преданность завету была одной из слабых сторон этого народа. Хотя, если прочесть «Второзаконие 28 и 29», как мы это делали на прошлой неделе, рассматривая тему изгнания, угроза изгнания была озвучена, и в конечном итоге это произошло. Как, если вы помните, показано на схеме 3. Это обусловленное отношение. Израиль мог оставаться в земле обетованной до тех пор, пока хранил завет. Дальше. Если рассматривать дальнейшие события библейской истории, следующий важный момент, связанный с заветом, снова возвращает нас к Давиду. Это завет с Давидом, вторая от царств 7. Как я уже отмечал, он служит своего рода конкретизацией, уточнением обетования Божьего Аврааму в аспекте обещанного семени Божьего и его природы. Мы повторно имеем дело с царским заветом. Мы снова рассматриваем безусловный договор, безусловное соглашение. Как мы уже видели, суть такого завета, такого обетования, отражена во второй книге царств, главах с 11 по 16. «У Давида будет наследник». Бог произведет род. Он осуществит свой замысел посредством семени Давидова, посредством его потомка. Конечно, если вы помните текст из 2 Царств 7, который я вам уже зачитывал, стихи с 11 по 17, слово «завет» здесь не употребляется. И это еще один пример того, когда в тексте присутствует понятие, не обозначенное конкретным термином, что крайне важно понимать при изучении Библии. Нас интересует именно, какое понятие актуализировано в тексте, а не только его видимый языковой состав. Однако поводов для сомнений у нас нет. Достаточно прочесть Псалом 88, который отражает суть и содержание заключенного с Давидом Завета Божьего, и в котором об этом говорится конкретно и прямо. И здесь огромное значение приобретает так называемый принцип реформации, который называется аналогия Писания, толкование Писания через само же Писание. аналогия Фидей или аналогия Скриптурай, аналогия Веры или менее употребляемая аналогия Писания, сопоставление Писания с Писанием. Псалом 88, стихи с 19 по 37. Позвольте обратить ваше внимание на некоторые яркие моменты этого Псалма, начиная со стиха 19 и далее. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего. Святым елеем моим помазал его, рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его». Слышите резонанс с обетованием данным Аврааму. «Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его». «И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рок его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, Ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохрани ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. «И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба». Бог вступил в завет с Давидом. Об этом совершенно однозначно повествует 88-й псалом. И, в частности, стих 29. Итак, здесь, по мнению Грамма Голсорси, который мне представляется вполне справедливым, обетование Аврааму получает дополнительное уточнение, только теперь в части представителя, который есть царь, как сын Божий. Израиль — это сын Божий, о чем свидетельствует Исход 6. Однако в данном тексте речь идет о конкретном представителе, который выступает от имени народа. И снова данный завет носит характер скорее царского договора, чем Сюзеренского соглашения. Если вернуться к тексту второй книги Царств 17, жаль, что у меня нет времени обсудить его более подробно, то становится очевидной ключевая роль пророка Нафана, не так ли, в заключении данного завета. что, в свою очередь, сообщает нам нечто важное о ветхозаветных пророках. Вы согласны? Которые так часто именуются стражами завета. А именно, если царь, священники и другие пророки оказываются неверными, тогда именно Нафаны призваны напомнить царю, священникам и другим пророкам о завете. В этой роли выступали Нафан, Илья, Елисей, Исаия, Иеремия и многие другие пророки. Но в нашем случае этим человеком был Нафан. И так, что если Давид начинает вести себя, как любой другой ближневосточный царь? Он влюбляется в Версавию, он желает ее, и он получает ее. Ради чего нарушает практически все десять заповедей синайских. Лжесвидетельство, прелюбодеяние, убийство, вожделение. Печальная, исключительно печальная история. Кто же обличает его в содеянном? Нафан. Страж завета. Были такие стражи завета, как на севере, например, Амос, так и на юге, например, Иеремия. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok